Надо, чтобы вы не ездили по встречке. Ух ты! Ух ты! С аварийками, да? С аварийками можно, да? Под кирпич по встречке. Ух ты, боже мой. Ух ты! 7 минут там, 13 минут там. Не надо ездить по встречке! Бой! 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 Стой, 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 стой! Вы че? Встречка здесь, встречка кирпич. А вам не страшно с таким водителем ездить, который по встречке ездит? Вас же убьет в первую очередь. Ке, что случилось? Руки распустил, ударил меня по лицу. Че делаешь? Друзья, привет! К сожалению, не было возможности поехать на рейд самим, поэтому пришлось послать туда молодую порсль. Порсль это Григорий, стальные джунгли, канал и Сергей Движение с уважением. Ребят заслали на рейд и, по-моему, у них неплохо получилось. Посмотрите. Ну и заодно подписывайтесь на их каналы. Канал Движение представляет. И вот он на фоне знака. Односторонняя, давай-давай. Повстречечки красиво. Хлопай на Варшавку. А выезд занимает всего 4 минутки. Вот он знак к нам спиной. 3-1 кирпич. Давай. Комон, брат. Да уже проехал, да, давай. Крам на лишение прав, молодец. С людьми, с пассажирами. Номер, как всегда, заляпан снегом, замазан. Ну, передний мы прекрасно видим. А с нами сегодня наши друзья. Приветствую постоянным товарищам канала Стальные Джунгли. Здравствуйте. Ну что, сегодня будем творить добро вместе. Вместе. Ждем сейчас телеканал Россия 1. Надеемся, они не опоздают. Им не придется ехать по встречке, чтобы успеть. Друзья, доброе утро. 25 число у нас, февраля. Чудесная, прекрасная погода. Сегодня будет первый плюс. То есть наступает весна. И мы снова с хорошим настроением приехали творить добро. Будово парк 2. Наша любимая локация. С односторонним движением, с непонятками, со знаками. Где я сейчас ставлю кадр с утра, как я уже сюда приехал в поисках парковки. А тут БМВ выезжает мне лоб в лоб и всем моргает. Такой хитренький, чтобы его пропустили. Вот, а приехали мы сюда. Сегодня не одни. С нами канал, пожалуйста. Доброе утро, Калуга. Решение прав. Вот, приехали мы сегодня не одни. Сейчас буквально в течение получаса-часа подъедет телеканал Россия 1. И для чего нам это надо? Для того, чтобы, возможно, федеральный канал сможет привлечь достойное должное внимание, чтобы власти обратили внимание на это место. Я уже показывал это в четырех роликах. Это показывал канал движения с уважением. Канал движения, что здесь бардак, да, со знаками. Что знак одностороннего движения начинается здесь. Здесь, вот он висит на одном штативе со знаком пешеходного перехода. Знак конец одностороннего находится дальше. Вот, кирпич висит почему-то посередине. Снова у нас едут встречники. Абсолютный бардак. При том, что на перекрестке я сейчас обязательно пойду сниму. Висят знаки, что с одного направления движение только направо, с двух полос. С другого направления только налево. Но нарушения не прекращаются. Постоянно здесь скандалы. Плюс, как вы видите, сегодня из-за снегопада здесь осталась всего одна полоса движения. Вот, даже на самом деле пешеходный переход перейти невозможно. Постоять негде. Поэтому я взял с собой одну лопаточку. Сейчас поможем. Почистим и для своего комфорта, и для комфорта съемочной группы. Ну, и для тех, кто будет здесь переходить. Заодно пообщаемся с нарушителем. Будем им, как всегда, препятствовать. По возможности вызовем сюда ГИБДД. Напишем обращение. Ну, и вы, соответственно, товарищи. Смотря мои ролики, не делайте вывод, что я должен за вас решить эту проблему. Как и все остальные. Я лишь вам ее показываю. Показываю, как с ней можно бороться. У нас еще едут. Ну, прям прекрасно. Прям супер. Давай, подкирпись. Раз. Ух, четыре. Это просто фантастика. И смотри, фура, фура. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Шикарный кадр, ребят. Просто шикарный. Сколько стрессников на одну фуру? Кто кого, друзья? Как вы думаете? Трое стрессников, либо одна фура. Ну, вот давай еще, если притрет, его будет красава вообще. Прибирай. Что делать? Что делать? Выберем. Вперед, отойди. Ну, вы видите, что происходит, да? Это полный беспредел. И при этом сейчас водитель ждет, когда проедет фура. Но тут выйду я, если он поедет дальше. И Сергей. Вот, соответственно, что я хотел сказать. Сергей, готовься к пешеходному переходу. Подождите, давайте вызовем ДПС, оставайтесь, и тогда все узнаем. Дайте я проеду. Нет, не могу. Назав, давайте. Здесь объезд 3 минуты. Вот. Зарегистрирован ли знак, да? Вы едете по дороге, висит знак там, движение автобусная. Автобусная полоса, да? Слушайте, ну вы должны по фактическому наличию знака. Я нарисую этих знаков и буду стоять так же свою позицию. Ну, так и правильно. И так мы сделаем лучше всем. Все правильно. Всего доброго. Не нарушайте. Всего доброго. Так вот, договорю. Наконец, свою идею. Первое. Значит, если вот вы едете по дороге, да, и висит знак, там, автобусная полоса. Будете ли вы подвергать сомнению этот знак, кричать, что зарегистрирован ли он или нет? Или вы увидите камеру, обоссытесь и уйдете левее, чтобы не получить 3000 штрафов. И второе. Я еще раз повторяю. Я призываю к тому, чтобы сами жители делали обращение, писали заявление и решали свои проблемы. А я лишь только помогу ее осветить, привлечь внимание должных органов, СМИ. Вот. У нас еще один уезжает. Соответственно, увидел камеры. Ну, и, соответственно, вы должны уже эти проблемы свои решать. Я готов лишь только помочь. Меня одного, ребята, недостаточно. Нужно привлечение массы людей, а вас в этом районе, я думаю, 1200 или 300. Поэтому действуйте, пожалуйста. А я пойду пока снег почищу. В общем, есть очень хорошая фраза о Дмитрии. Вы хотите, чтобы за вас пришли и сделали за вас зарядку. Такие люди найдутся. Они придут, сделают за вас зарядку. Но станете ли вы от этого сильнее? Нет, не станете. Вот еще один встречник. Давай, просто, друг. Так, давай хлопатки не будем. Вот он встречник. И сразу, уже не надо. Ой, как будто люди. Друзья, деятельность, которой мы занимаемся, порой приносит много пользы обществу, делая наш город более комфортным и безопасным. Но, как вы видите по нашим роликам, очень часто мы сталкиваемся с агрессивно настроенными людьми. Поэтому мы обязаны контролировать свои эмоции и в случае чего уметь постоять за себя. И если вы тоже хотите чувствовать себя уверенно и сдержанно в критических ситуациях, то вас ждут на тренировках мои друзья, мастера спорта тренировочного центра «Кефир Гантели». Здесь тренируют детей и взрослых. Уверенность в своих силах, дисциплина и ответственность на групповых и индивидуальных занятиях, чтобы ваш ребенок рос полноценной личностью и не боялся трудных задач. Тайский бокс, самбо, ММА, бокс, дзюдо, а также бразильское джиу-джитсу. Полный список смотрите на сайте. Тренера особо приветствуют взрослых, которые никогда не занимались, но очень хотят попробовать. Записывайтесь на бесплатное занятие, чтобы окунуться в атмосферу эффективных тренировок. Ведь никогда не поздно начать тренировать свое тело, выносливость, реакцию и силу духа. Получите скидку 50% на первый месяц занятий по промокоду, который видите на экране. Все подробности в описании к видео. Оставляйте свои заявки, приходите, тренируйтесь, приводите своих детей. Тренировочный центр «Кефир Гантели». Ну и, собственно, немножко вернемся назад к старту. Пересечение Варшавского шоссе и Нового шоссе. Район Бутово-Парк-2. Вот, поворачиваем мы с Варшавки. Вот, как отводитель такси. И буквально через 30 метров мы видим знак начала одностороннего движения. И сразу метров через 50 впереди мы видим знак конец одностороннего движения. Отдельно хочу, кстати, выразить большой минус местной управляющей компании, которая чистит снег. Потому что пешеходный переход, через который люди должны переходить вот сюда и уходить в подземную, либо на остановку, он просто завален снегом. Людям приходится переходить дорогу вот здесь, непосредственно на повороте, где нету официального пешеходного перехода. И при повороте водитель может просто человека задавить. А люди же не виноваты. Им просто перейти больше негде. Ну вот, выезд прилегающей территории. Вот знак одностороннего движения. Вон знак в конце. Вон он на столбе. Конец одностороннего движения. И как видим, вот пересекает этот знак мужчина, уже выезжая с перекрестка с нарушением. По-любому он об этом знает. Увидел просто камеру. Сейчас будут делать. Ну вообще вы по встречке едете. А мы ехали отсюда. Не, я понял. Вообще нам объезд 4 минуты через Варшаву. Не, ну уже заехали уже. Ну смысл. Не, ну смысл вам уже создавать препятствия, заезжать. Я бы, я просто раньше здесь не был. Флагбаум. Ой. Ой, да это ж наш водитель старый знакомый. Оп. Молодец Сергей, успел. Ну и снова пока иду. Оп. Девушка. Куда девушка поехала? Куда? Родная. Все равно не дадут. Оп. Еще один. А там едет водитель. Уступит он, не уступит. Я бы на его месте не уступил. Обязательно поморгал бы. Показал, что так нарушать нельзя. Вот еще один прецедент. Одностороннее движение здесь. Ну вот, объезжают. Уступают. Все правильно, молодцы. Молодцы. Ну, там у нас Сергей. Экшен утренний не заканчивается. Собственным телом бросается на амбразуру, вытесняя нарушителей, чтобы двигались назад и по правилам. Молодец, Сергей. Молодец. Одностороннее движение, куда вы едете-то. И вот теперь уже исправившийся водитель должен, по идее, подсказать. Вы там знаки на перекрестке не видели? На перекрестке знаки оттуда только налево, оттуда только направо. Что надо-то, я не пойму. Мне ничего надо, мне надо, чтобы они ездили по встречке. Что такое ездить-то, я не пойму. А что, какой нужен-то? Что мне в лицо-то светишь? А куда светить тебе? Я в жопу посветить. В жопу не будут светить, только на работе. Вот и культура ваша, свинская. Вот такие вот люди у нас и ездят. И скажите, что им вообще как-то ваша безопасность не безразлична, да? Вместо «извините, была неправа, тороплюсь, но уж в конце концов, там, еду с ребенком в больницу, как нарушители обычно любят говорить». У нас вот простые отмазы. Не получится, не прокатит парень. Ну, естественно, в сервис надо. Ну вот, друзья, вот он этот перекресток. Собственно, направление на запад. То есть, если едем мы здесь, у нас знаки только направо. Хочу отдать, конечно, негативное должное сотрудникам автодора или кто занимается уборкой снега, потому что знак-то почти не видно из-за горы. Это надо чуть проехать вперед, и вот он всплывает. Ну, а вот, собственно, в прямом направлении этот перекресток. Но проблема в том, что они все знают в основном. Потому что те, кто не знает, извиняются, глаза выпучивает и едет по правилам, разворачиваясь. А здесь хамят-грубят, значит, все знают, что там встречка. Ну, и, собственно, с направления на юг, перекресток у нас вот там вот. Опять же, стоят знаки по полосам только налево. И опять здесь огромная куча припаркованных в два ряда автомобилей, причем грузовые, из-за которых действительно не видно. Поэтому порядочным будем сегодня людям сообщать, предупреждать. Ну, и пока идем назад. Вот это место, где стоял раньше знак. Так, соответственно, как раз там, где заканчивается односторонний, там этот кирпич стоял. Его срезали, еще раз напоминаю, переставили самостоятельно. То ли сотрудники вот этого офиса ПИК, то ли сервиса. Так, чтобы можно было здесь проехать на территорию. Но забыли они еще поменять знаки движения по полосам и передвинуть знак одностороннее движение сюда вот, параллельно на один уровень со знаком 3.1 кирпичом. Оп, кирпич. Хожу. Стою на пешеходном переходе, сразу говорю. Вот, сразу дают заднюю, один, второй. Ну, как будем делать? Соответственно, кто до кирпича не доезжает, будем подходить и предупреждать о том, что здесь одностороннее, что, к сожалению, знаков не видно. Люди будут включать дурачка, делать вид, что они не в курсе. Ну, наверное, разворачиваться и уезжать. А тем, кто уже пересекает кирпич, это уже слепошары, которых прям надо останавливаться. Вон, видите их сколько. У нас вроде уже съемочная подъехала. Не пойму пока, где они. Мужчина, здесь встречка, мужчина. Здесь одностороннее движение. С перекрестка сюда нельзя заезжать. А, знаете. Ну, вот видите, друзья. То есть, сознательно, да, нарушают. Вон еще один. Это водитель такси. Скорее всего, сломался и надо повернуть срочно направо на автосервис. Правильно. И второму направо в автосервис. Тоже правильно. Ну, может, они не знают про то, что здесь одностороннее. Постой здесь еще. Пойдем сейчас спросим. В курсе они, не в курсе. Вдруг знаков не видят. Из-за кучи. А там знак висит одностороннее движение. Стой, стой, стой. Стой. Стопите. Вот еще один. У тебя вообще нет колеса. Сейчас уедешь таким колесом. И вот, смотрите. Целая руна просто получилась. Фигура, если посмотреть сверху, из нарушителей. Один со спущенным колесом. Второй просто ему плевать, как он сказал, все знаю. Но ему надо. Да, он как-то знает, что нарушает. Да, меня там девушка вообще говорит себе. Посвети в одно место. Я говорю, обязательно. Когда на работе. Предложила. Проактологом устроюсь. Говорю, буду вам светить в одно место всем. Вот еще один. Ну вот такая вот карусель. Да. Да. Что происходит, Сергей? Меня на капот положил. Ничего себе. Да. Еще возмущается. Это, кстати, тот самый, который тогда меня сбивал в прошлый раз с красными зеркалами. Такой дерзкий. Любит перекладывать ответственность. Это он тогда тоже меня заделал на пешеходном здесь же. Там знак вот 3-1 вы, наверное, не увидели случайно? Кирпич. Нет, не случайно. Нет? Нет, не случайно. Так, а почему на встречке-то да? Можете меня записать? Да, пожалуйста. Скажите, вы в ЦОД как-то к ЦОДу иметь отношения? А вот нет, не имею, но в отличие от всех остальных, я звонил в департамент транспорта Подмосковья. Я тоже звонил. Писал заявление. Я тоже. Сейчас вот здесь канал «Россия-1» приехал по моей просьбе, чтобы снять это место. Соответственно, мы за ваш район сейчас боремся за вашу безопасность. Не только вы, мы сами боремся за свой район. Я вижу, как вы боретесь по терпичке. Тогда же не нарушайте терпичку. Да, понимаете, у нас фактически здесь существует гетто, да? И очень хочется, чтобы из этого гетто был выезд. Что вы лично сделали? Написали куда-нибудь? Да, мы писали, мы обращались. Мы обращались в ЦОД, мы обращались, ну это может не совсем правильно, в нашу управляющую компанию. Пик комфорт, который называется, да? Ну, тишина. Ну, в общем, сдавайте назад, держите по правилам. Мы сейчас попробуем с телеканалом «Россия-1». Было бы очень сложно. Я нарушаю, я это знаю, я же признаю, я вам могу на камеру сказать, могу в ГАИ сказать то же самое. Я знаю. А хотите вызовем, а вы дождетесь. Это вынужденная мера, я тороплюсь на работу, к сожалению. Ну, вот подождите ГАИ и скажите, что я нарушил. Потому что у тебя штрафы не платил, я платил для вас. Тоже рейды, конечно, стоят периодически. Хорошо. У вас же прав, через шар на полгода. Вы не будете делать. Это некая внутренняя убежденность, да, что я тем, что нарушаю, никому не мешаю. Вот и все. Ну, это, знаете, как бы, если так все начнет работать. Согласен, я согласен, я не прав. Я даже спорить с вами не буду, я не прав. Так что давайте не будем портить друг другу настроение, разворачивайтесь. Я же с вами что, ругаюсь, что я вас оскорбляю. Нет, нет, по правилам, все, и как молодец, и все. Как молодец? Да, как молодец, прямо без нарушений. Да, давайте без фамильярности только, ладно? Скажите, без молодец. Это уже невозможно, понимаете? Я же вас не оскорбляю, а я с фамильярности. Это хорошо, я сейчас стою на Махею. Пугаете людей, которые отсюда выезжают? Ну, я к вам никак не отношусь. Неуважительно, неуважительно. У меня, к сожалению, бывают штрафы в ассортименте, что называется. Нет, вот за это-то. Да, за это не ловили, прав лишают сразу. Честно сказать. Обословили здесь на встречке? Бывало, здесь рейды. Прав лишали? Нет, прав, свободу, не пишу. А как выходили из ситуации? Слушайте, ну, штрафы выписывали, наверное. А большие? Не помню, что это. У меня штрафы в ассортименте. Я к плачу сразу скобу. Тобава, существо. Поэтому вычленять. Ух ты, ух ты. Я думал, что здесь смог, но вы. Да, конечно. Делай. А вы что делаете на встречке-то? Вы это подкерпись, на решение ездите. Нормально подкерпись, на решение ездите. Вы что делаете? Я еду по одностороннему. Назад, давай. Офигеть. Вот так вот. Сергей просто решил выехать по одностороннему. А как говорят водители, разве мы кому-то мешаем? Абсолютно никому не мешают. Вот такая вот канитель. Вот такая вот канитель, друзья. Просто пипец. И хорошо водитель хотя бы рискнул своим автомобилем и ушел в обочину. Туда. А так бы можно было бы и на пешеходном сбить кого-нибудь. Либо прям в лоб-лоб в машину. А вот у нас Россия один подъехала. Вот им прям кадр, чтобы все понимали, что здесь происходит. Полный привод, конечно, решает. Но не дает никаких полномочий нарушать ПДД. Я думаю, водитель выйдет. Нет, не выйдет с нами пообщаться. Берзкий же. Три восьмерки. У меня не вышел. И все, все. Сразу, сразу. Помнился, да? Поворотник направо на сервис. Полюсь я, да, сильно? Не, нормально. На сервис нам не надо. Большая камера, да. Так, с аварийками, да? С аварийками можно, да? Под кирпич, по встречке. Вот уже даже телевидение снимает, что происходит у нас в Бутово парк. Целые вереницы, ребята. Ну что же это такое-то, а? Уборки не убираются. Кто? Ну вот, конец одностороннего. Вот знак 3.1. Зато с аварийками. Ну он еще один. Он, видимо, не понял маневра. Может быть, своему сейчас объяснят, что так ездить нельзя. Объяснят? Нет? Солидарность водительская. Нет, нет, нет. Вы что, здесь эти негодяи с камерами стоят? Потом же проблем не наберетесь, а? Надо бежать прям, бежать отсюда. Ну вот. А задом через пешеходный переход под кирпич. Это просто. Вот кладезь интеллекта. Вы чем заняты-то, а? Вот как так-то, мужчина? Ты понял, да, что творится-то? На пешеходный переход припарковался. Ну нет, ну еще дальше. Все равно хорошо. У вас вообще нормально с интеллектом-то, мужчина? Витаминки, что ли, попейте какие-нибудь для мозга? Так, и первым финиширует у нас Роман. 328 Татьяна Константин. Нет, не финиширует. Блин, да фу ты до финиша не доехал. Класс. Кирпич-то? Самый конченный. Кирпичный, который ты кому-то вы... А давай ты выйдешь мне в лицо, скажешь это, что мы прям... Давай без камеры, я выйду тебе свободно в лицо это скажу. Не, а что без камеры-то? Потому что вы как-то... А я по закону живу, а не по понятиям. Или что-то спросит, какие проблемы. Я думаю, наношу. Камеры. Вот тебе. На всю страну теперь героем будешь. Федеральный канал сейчас снимет. Не-нет, надо бежать. Да, я тебя перезвиваю. Я говорю, на всю страну героем будешь теперь. Канал Россия-1, молодец, да. Мне подскажите, доброе утро. Доброе, да. Внимание, внимание, финиширует. Ух ты, боже мой, ух ты, боже мой. Смотри, да, что делать-то? Что делать-то в нашей деревне? Здрасте. А вот тут вот знак кирпич висит. Вы так не заметили, наверное, да? А? Заметили. Прям целенаправленно по встречке едете, по одностороннему движению. Нет. Ну, а как по-другому? Почему вы здесь едете по одностороннему и по встречке? А? Опаздывать на работу. Еще один. Еще один. Нет. Еще один. И опять начинается у нас карусель. Да, ребят, по ПДД через пешеходный переход с задним входом запрещено по односторонней дороге. Смотри, у него стекла-то мороженые. Не видит тебя. Вон еще один впереди. Судьбу обхитрить не получится. Счет дергаешься так. Вы там, наверное, знак не заметили, да, кирпич? Не увидели, да? Одностороннее движение. Безопасность людей, водителей. Нет. Не увидели. И никто не видит. Вот. Вот такая вот здесь петрушка происходит на пешеходном переходе. Мы открыли магазин мерча. Заходите по адресу www.bazalogo.ru Там вы увидите кружки, майки, мыло, в общем, наклейки. Все, что хотите. Мы будем расширяться и продавать не только свой мерч, но и другой. А банданы будут? Банданы. А футболочки? Вот задумывались над масками. Все будет. Футболки уже есть. Маски это актуально. Берегите себя. Вот он наш отниматель камеры, по-моему. Да. Не получится сегодня у тебя проехать, братан. Нет, получилось. Я сказал, врачом работаю. Вот, блин, честно. А я тоже врачом работаю. Нет, смотрите, смотрите. Смотрите, вот халаты. Видите, я тоже твой коллега. Больше просто так не делаю, ладно? Блин, не делаю. Ну что, попал. Я сам наркологом езжу по всему Подмосковью и Москве. Извините. Ладно, все, давайте-то назад по правилам. О, молодцы. Че, не фарта сегодня, да? Нет. Пропустит. Пропустит. Надеюсь, он не обманул. Ну, халат показал. Че показал? Халат. Хлушай, ну, я вот тоже доктором работаю, езжу. Ну, я не нарушаю. У нас все Подмосковье от центра Москвы доступно. Ну, это на его совести. Одного пропустили, как бы, потому что пусть будет на его совести. Ну, да. Ну, карман она такая. Если он обманул, ему это в тысячу раз вернется. Да, я согласен с тобой. Ну, так что. Продолжение следует.